Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале про движение. В этом видеоролике покажу вам и расскажу, как сделать очень плавно работу вашего Android телефона. Как сделать так, чтобы он работал плавно, не тупил и так далее, друзья. Очень бывают такие часто вещи, когда у вас тупит и зависает телефон, или он очень жестко работает, да, вы хотите, чтобы он плавнее работал. Сейчас покажу некоторые настройки, которые обязательно нужно включить, то есть поменять их, можно так сказать, да, и тогда вы увидите, как телефон у вас будет плавно и хорошо работать. Поэтому обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Давайте начинать, поехали! Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем. Сразу постараюсь без воды все вкратце и понятно вам рассказать. Для того, чтобы нам с вами ускорить плавность Android телефона, да, сделать его плавненьким, чтобы красиво все было, да. Вот, нам для этого нужно вот такую вот рамку скачать, которая называется SetEdit. Вот смотрите, мы переходим в PlayMarket и вот давайте я вам ее сразу покажу. Называется еще раз она SetEdit, вот так вот, вот она. Я обязательно ссылочку оставлю в закрепленном комментарии или в описании, переходите по ссылочке и устанавливайте эту программу с PlayMarket. Дальше нажимаете на вкладочку «Открыть» и здесь открывается вот такое вот меню, нестандартное вот такое вот меню. Что нам дальше нужно сделать? Я же захожу просто в заметки, потому что у меня здесь написаны все чит-коды. Вы же, друзья, я вам вот эти вот все чит-коды, которые сейчас буду писать, оставлю в закрепленном комментарии через пробел, ну или вы поймете. То есть первый чит-код, он вот так называется у нас Windows, SMG, Max и так далее. Мы его зажимаем, здесь есть «Копировать», мы его копируем, скопировали. Мы заходим обратно в эту программу и где у нас написано «AddNavSettings», мы сюда нажимаем, стираем вот это все, что тут написано и вот так зажимаем и вставляем вот эту команду. Нажимаем «SaveChange», вот так нажали. И дальше у нас еще одна команда появляется, мы ее стираем и здесь мы с вами пишем «150». Смотрите, пишу «150», запоминайте «150». Все, первая команда у нас уже введена. Вторая команда, опять заходим в заметки, я опять копирую название, вот оно, оно у меня просто уже есть, я его оставлю в закрепленном комментарии, вы также заходите и все это. Первая команда, вот это вот, потом сразу вы удаляете ту команду, пишите вот эту, сразу же по второму кругу пишите вот эту. Сразу следующая команда, копируете вот эту вот, можете поставить на паузу и списать. Опять заходите сюда, опять нажимаете «AddNavSettings», убираете, опять вставляете, нажимаете «Save», появляется новая у вас еще одна, вы ее также не удаляете и нужно написать «8000». Вот здесь вот вы пишите «8000», смотрите, «8000», все, «Save». То есть две команды мы уже ввели, третья команда, она называется у нас вот так «Romax», копировать, и здесь нужно ввести «12000». Мы, смотрите, опять сюда заходим, стираем, зажимаем, так, смотрите, зажимаем, почему он не зажимается? Наверное, потому что я не скопировал, еще раз мы его зажимаем, копировать нажали, обратно заходим, так, давайте еще раз нажмем сюда, удаляем. Так, смотрите, почему-то оно не копируется, но давайте попробуем сейчас еще разочек сделать, так, смотрите, не переключайте, сейчас я постараюсь, смотрите, вот я зажал как бы, да, все скопировал, правильно, ну как, то, что нам надо было, я скопировал. Обратно захожу сюда, нажимаю «AdNet Settings», удаляю это все, зажимаю, почему-то не копируется. Давайте сейчас я поставлю на паузу, попробую скопировать, и мы с вами продолжим. Все, смотрите, получилось только что эту команду ввести, почему-то заглючил телефон, опять я ее ввожу, нажимаю «Save», и здесь пишу «12000». 12000, 12, смотрите, удаляем 12, это 120, это 1200, это 12000, все, подтвердили, то есть три команды мы уже ввели, и четвертая команда, это мы вот это вот копируем, «Romin», вот смотрите, «Копировать», «Pointer Dur», как-то так называется, еще раз нажимаем сюда, удаляем, пытаемся зажимать, если не зажимается, вот здесь вот такая кнопочка, мы сюда нажимаем, вот здесь вот у нас есть, мы нажимаем, вот он «Pointer Dur», вот, и видите, он появляется, нажимаем «Save», дальше вот это стираем, и здесь мы пишем с вами просто 8, смотрите, просто 8 пишем, все, все мы сохранили, то есть 4 команды мы написали, мы их сохранили, теперь, чтобы они сохранились, мы закрываем это приложение, зажимаем кнопку отключения телефона, нажимаем «Перезагрузка» и перезагружаем телефон, и после этого, дорогие друзья, вы увидите, как ваш телефон стал плавно работать, реально будет хорошо работать, возможно, на каком-то телефоне, ну, он будет не так заметно, да, работать, и вы захотите отключить это настройки, просто зажимаете это приложение, удаляете его и заново перезагружаете телефон. Друзья, ну, если вам понравилось это видео, и у вас получилось по моему способу сделать так, чтобы у вас телефон стал плавным и, ну, реально ускорил свою работу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо, всем пока!